Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Вы, наверное, сейчас задаете вопрос, а что это я вдруг в студии с зонтом? Крыша у нас надежная, не протекает. Дело совсем в другом. Сегодня очень милый праздник – День разноцветных зонтов. Неудивительно, что именно конец октября был выбран для празднования этого дня. Если осенний дождь застал в пути, гораздо приятнее укрыться от него под зонтом. Более трех тысяч лет назад в жизни людей появился зонтик. Его родиной считается Китай или Египет. Тогда зонт был признаком высокого положения в обществе. Видоизменил зонтики и их функциональность Джон Хануэй из Англии, который заменил шелк и кружево на темную ткань. Люди не воспринимали его идею всерьез, но в 1787 году началось производство зонтов из парусины на мануфактурах Европы. Позже, в 1850-м, Самуэль Фокс запанцентовал зонт со стальными спицами из прорезиненной ткани. А в середине 20-го века появились зонтики из двух сложений. А уже в 70-е годы прошлого века изобрели зонтики полуавтоматов, в которых с помощью кнопки открывался купол, а также автоматы, открывающиеся и закрывающиеся при нажатии кнопки. Сейчас зонтики есть у всех с разной рассветкой и размерами. Если у вас есть разноцветный зонтик, а на улице дождливая погода, прогуляйтесь в парке, чтобы отметить этот день. Подышите свежим воздухом, послушайте шум дождя и насладитесь уходящими осенними днями. Кстати, понадобится ли нам сегодня зонт, об этом расскажут синоптики. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 0,2, а днем 13,15 градусов тепла. Известный поэт, писатель и переводчик Лариса Шебзухова вошла в Высший Творческий Совет Союза Писателей Российской Федерации. Надо отметить, что это большое достижение для любого писателя. Чем конкретно занимается Творческий Совет Союза Писателей России? Какие теперь обязанности возложены на Ларису Курманбиевну? На эти и другие вопросы в нашей студии Лариса Шебзухова ответит. Мои соведущие были Джозаевы. Они уже в нашей студии. Доброе утро! Доброе утро всем! Доброе утро, Лариса! Доброе утро! Безмерно рада видеть вас у нас в гостях. Повод у нас просто прекрасный. Вы единственная из нашей республики на данный момент вошли в Высший Творческий Совет Союза Писателей Российской Федерации. Конечно, из первых уст я хочу узнать, что это означает. Ну, это означает в первую очередь большую ответственность. То есть туда вошли люди со всех регионов России. В этот совет входят они и держат связь с центром, так сказать. Проводят мероприятия, делают обзоры, ну, отчеты какие-то творческие, чтобы Союз Писателей знал, что творится в регионах. Вот. Ну, я, наверное, попала туда исключительно из-за своей такой активности, потому что участвовала во всех таких форумах Северного Кавказа, российского масштаба. Я в конкурсах участвовала. Очень красивый конкурс проходил в Башкортостане. «Золотой курай» называется. Это первый конкурс. Вот я в одной из номинаций стала победителем. И вообще, ну, Уфа меня поразила. Башкир, вообще, первый раз в жизни я там побывала. В том же году, вот, позапрошлом году я побывала в Новосибирске, в Нижнем Новгороде. Это очень, конечно, интересно, но и в то же время очень ответственно, потому что приходится общаться с людьми, у которых очень высокий уровень. Это люди литературы, искусства, в том числе, потому что песни, вот эти национальные, это же тоже поэзия, связана со словом. Ну, в общем, понаблюдали за мной и решили, что я созрела. Как член этого Творческого Высшего Совета Литераторов, вы что-то будете здесь делать? У вас есть какие-то обязанности? Ну, конечно, но это не только там. Вот я, как представитель абазинского народа, я вообще и без этого совета чувствую ответственность за литературу всей нашей республики. По возможности я говорю, представляю, в сборнике включаю всех. Ну, вот, к большому сожалению, ушел Назир Хубеев. Ну, это была такая личность, такой поэт. Вот в моем понимании это был настоящий такой, действительно, вот как лорд. Знаете, вот в любом деле, вот есть такие люди, которые с таким достоинством представляют. Ну, я очень пережила это, очень близко к сердцу это приняла. Вот всегда о нем говорила и буду, наверное, говорить о нем всегда. Ну, вот сейчас вот собирается... Была уже антология Альмира Казиева, если знаете, если помните, она собирала первый том. И сейчас очень добрая весть пришла. Мы собираем материалы для еще одного тома Альмира Казиева. Я очень хочу с высоким пиететом ее имя называю, огромную благодарность хочу ей выразить. Ну, вот такие дела. Потом, бывает, вот в Нальчике был недавно. К сожалению, я не смогла. Вот, знаете, наши мужчины, они более таких трудно... Трудные на подъем. ...пыталась в Черкесов, пыталась с собой туда повезти, но не получилось. А я вот такая, знаете, у меня сумка всегда на готове, чемоданчик мой. Хватаю и это... Ну, из каждой поездки, я думаю, будет по книге, зная ваш характер. Вот, всегда поражаюсь широте ваших жанров. Помимо того, что вот вы рассказываете сейчас, вы общественный деятель с яркой гражданской позицией. Вы эссеист, вы поэтесса, вы романист, вы литератор, вы переводчик. Ну, все не объять. Вот в душе, если говорить о вашем творчестве, да, кем в большей степени вы себя ощущаете? Ну, наверное, все-таки поэтом. Потому что и в своей поэзии я отражаю те мысли... Вот эта книга, последняя, которая у меня вышла, называется «Святая Сотья Базара. Философия жизни Абазин». Вот эту философию жизни своего народа, мне кажется, я все равно... Вот в каждом стихотворении проявляется вот это... Несете. Да, да. Я думаю, да, что даю. И даже вот такие вещи, ну, даже научные, тоже вот, знаете, ну, это уже... Ну, поэту это неистребимое такое чувство все выражать поэтическим таким словом. Ну, я... Вот эта книга, она прозаическая, но есть там и стихи, которые как бы подкрепляют, иллюстрируют то, о чем я говорю в прозе. Так что, наверное, все-таки я поэт. Ну, эта книга, она, по-моему, десятая, да, по счету? Да, 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 так получилось. Ну, крайняя, скажем так. Научно-художественная литература. Да, да. Почему? Потому что, ну, я хочу выразить свою благодарность Мусе Хабалевичу Экзекову, это он финансировал издание этой книги. Вот он как раз-таки и просил меня, вообще-то она, конечно, несколько более другого, более научного такого, более жесткого научного была. Ну, немножко не ваш стиль, скажем так. Ну, он попросил, чтобы это была как бы книга для домашнего чтения, хотя я говорю там об очень серьезных вещах, заявляю впервые о тех вещах, которые отражают мировоззрение Абазин, но все-таки она не тяжела для понимания для школьников, для студентов, для... Она для общего кругозора. А вы как долго над ней работали? Там очень много информации. Непосредственно книгу я собирала очень быстро, а вообще в голове держала эти мысли, наверное, 30, а может быть, и больше лет, и как-то писала, конечно, в других своих сборниках какие-то вещи. Например, вот это вот понятие абазора, которое означает абазинскость. То есть то, почему мы считаем абазинами карачаевцев, карачаевцами, но это есть... Это душа народа, это духовность народа, это все те ценности, которые несет в себе представитель каждого народа, которые он обязан знать, которым обязан соответствовать. Ну, то есть это дается вот при рождении, вы имеете в виду, да? И это надо развить, это надо показать, это надо объяснить. Да, да, да. Вот я... Ну, все мы знаем стихотворение Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Но каждый ребенок начинает свою жизнь, входит в мир с этими понятиями, что можно, что нельзя. Потом оно расширяется, то есть он воспринимает культуру, которую в семье он получает, потом в обществе, потом сравнивает культуру разных народов. И вот таким образом восходит к мировому, вот древо мировое. Как бы мы вот ветви... Мы тоже превращаемся в древо своеобразное, которое устремляется к космосу. Вот наша связь с космосом – это то, чем живет наш народ. Вот таким образом мы проявляем. Знаете, Лариса, вот задача таких людей, как вы, наверное, больше людей к этому привлечь, чтобы они начинали понимать это. Да, да, да. Не каждый об этом же думает, правда же. Конечно, конечно. Сейчас такая жизнь, что... Ну, вы знаете, вообще вот когда говорят народ, там, понимает, не понимает, народ не обязан понимать все. Для этого есть люди, которые... Просветители, скажем так. Да, которые просветленные, да, которым открывается что-то. Вот они обязаны вот это все нести в народ. Народ обязан рождать детей поколения, воспитывать их до определенного какого-то момента и выводить их в общество. Здоровых и физически, и умственно, ну не умственно, духовно, духовно здоровых людей. Вот что является задачей народа. Поэтому народ всегда богат, потому что это все он создает, и к нему возвращается то, что создают его представители. Никогда у вас не спрашивала, вот почему-то сейчас у меня в голове вот эта мысль появилась. Вот на ваше творчество, именно поэтическое, кто из великих оказал влияние? Ну, больше всего, конечно, с детства это Самуил Маршак. И переводы. Почему? Потому что у меня был такой замечательный... Я ожидала другой ответ, почему-то. Да. Замечательный мой старший брат, которого я очень рано потеряла, но он... Родителям было некогда. И всегда он утешал меня, развлекал меня произведениями, вот в большей степени почему-то Маршака. А это Бернс. Маршак – это детские произведения. И его, конечно, но в основном мы знаем его переводы Бернса, и они настолько замечательны, они настолько точны, они настолько великолепны, что я вообще ничего лучшего для детей даже не знаю. Потом из наших – это, конечно, Лермонтов. Моя мама очень любила Лермонтова. Вот она даже печку растапливала. И все время она могла, вот в это время, немного лет тому назад, там, где сливаясь и шумят, струи рагвы и куры, и так далее. Вот она, Лермонтова, в отличие от меня, знала наизусть. Вот, Лермонтов. Почему-то не Пушкин, а Лермонтов. Вот из наших изобазинских поэтов прежде всего – это Калимурзаджи Гутанов. Это был такой человек, у него была такая энергетика, такой кругозор и такой слог чеканный. Даже его проза – это все равно поэзия. Настолько та великая поэтика. Красиво. Да, настолько поэтика у него высокая, даже проза у него – это все равно поэзия. Ждем ли 11-ю книгу? Да, 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 конечно. Но у меня этих рукописей очень много планов, но из-за финансовых проблем, конечно, это… Главное, что она есть же в голове. Конечно. Вот сейчас я работаю над как бы продолжением вот этой книги, потому что не все я смогла сюда поместить. И потом новые мысли. Вот когда что-то… Открываешь дверь, хочется зайти, идешь, 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 другая дверь и так далее. Поэтому двери открываются и открываются. Дай Бог, чтобы так было очень-очень долго. Спасибо вам. Благодарю вас за, как всегда, интересную беседу, удачи, успехов, здоровья. Спасибо вам огромное. Пройти путь от рядового сотрудника до руководителя предприятия, быть патриотом своей страны и малой родины, примерным отцом и дедом. В эти дни отмечают юбилей председатель Ассоциации МАРА, руководитель общественной организации «Карачай-Ланхалк» в Карачаевском районе, директор водоканала в Карачаевске, почетный работник ЖКХ России Джишарбек Качкаров. Репортаж Аллы Динаевой. Как река берет свое начало, так и у меня отсюда началась моя жизнь, говорит Джишарбек Качкаров, переступая порог родной школы в ауле Нижняя Мара. Я немного волнуюсь по той причине. Это не простая причина. Я нахожусь во дворе восьмилетной школы своего родного аула. Полгода было, когда мы вернулись к депортации. Ссылки будем так говорить. И вот первый класс здесь, первый она сюда в этот двор зашла. От него вспоминание сейчас. Я вспоминаю своих учителей, добрых людей. А зайдя в кабинет, где учился, удивляясь, говорит, в детстве этот класс мне казался очень большим. Школьные парты тогда были расставлены по-другому. И наша учительница Анна Чурнаевна Хапаева, стоя здесь, объясняла нам тему на уроках арифметики. А тут за партой мы сидели с одноклассником Назиром Каркмазовым, рассказывает Джошербек Сейдбевич, который в эти дни отмечает 65-летие. И коллектив родной школы пригласил его в день рождения в гости. Поздравления и пожелания от подрастающего поколения, педагогов, относильчан и друзей звучали в этот день. 300 человек беспроблемно собрали бы мы сегодня. Ну, сами знаете, есть ограничения, поэтому мы не стали собирать весаул. Конечно, сегодня мы отмечаем известного, я прямо скажу, известного для Мариинского щели, для всего карачаевского народа Джошербек Сейдбевичу 65 лет. После службы в армии и окончания Ставропольского политехнического института в 1983 году Джошербек Качкаров начал работать мастером-электриком, позже главным инженером в водоканале Карачаевска, а в 87-м возглавил предприятие. Тогда и не предполагал, что этому учреждению будет отдано столько физических и духовных сил, энергии, и что именно здесь он состоится как профессионал. Много лет Джошербек Качкаров занимается и общественной работой. С 2012 года, а это именно со дня основания, возглавляет общественную организацию «Карачаев-Ланхал» в Карачаевском районе. Добросовестно выполняет буквально все, что говорят, и делает это от цели до цели. В этом деле не ошиблюсь, я думаю, что и далее он будет возглавлять эту общественную организацию и делать многое для того, чтобы поднять авторитета народа и чтобы помочь народу своему. Проделал он значимую работу, чтобы увековечить память героев своего народа, а также аулов Джазлык и Дуут, исчезнувших с лица земли после депортации карачаевского народа. Установил мемориальную доску на месте Хасовкинского сражения близ аула Карчурт на вершине горы. А на эту гору трудно подняться пешком, но он мобилизовал всю свою технику, сделал дорогу. И все за свой счет, ни к кому за помощью не обращается. В совет ассоциации «Мара» входят 8 маринских селений. Организовал ассоциацию и руководил им известный хозяйственник, председатель колхоза «Родина» Исмаил Хачиров. А последние 6 лет руководит этой работой Джашарбек Качкаров. В ауле заведено было, что если кто-то строит дом, то помогать. Прополк огородов – помогать. Копать картошку – помогать. Вот дружно так жили люди в этом ауле. Этих принципов старается придерживаться и сейчас Джашарбек Качкаров. Алладинаева Ольга Савенко, Ахмад Чучаев, Расул Бердиев. Вести Карачева, Черкесия. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести» Карачаева, Черкесия. Всем удачного дня и встретимся завтра. Радио Россия расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте радио России Карачаева, Черкесия на чистоту в своих населенных пунктах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова